В Уфе ситуация вокруг строительства на территории АКФ об этом же говорит или не только? Ну, я полагаю, что это не столько несовершенство системы власти, сколько несовершенство городского законодательства, которое позволяет вот такие вещи делать. Сначала один мэр на словах запрещает и отказывается. Потом другой мэр тихо-тихо и незаметно подписывает все документы. Ну, я образно выражаюсь, его должностные лица, то есть имеется в виду вся мэрия. После этого застройщик выходит на арену и говорит, смотрите, у нас подписаны все-все документы о том, что вчера еще было запрещено делать, по крайней мере, на словах. О какой преемственности власти может идти речь? То есть одна мэрия за другую не отвечает. То есть они же, как сказать, плоти от плоти одни и те же люди. Причем они все числились членами управленческой команды нынешней. Хабирова, то есть самой пресловутой управленческой команды Хабирова. Это словосочетание так нравится дорогому Радио Фаридовичу, что он бесконечно его повторяет. И вот эта единая команда противоречит внутри сама себе. Вот как я это оцениваю. Надо отметить, что формально застройщик действительно получил все документы. Сейчас, я полагаю, чтобы прекратить это строительство, если вообще такая задача стоит, необходимо найти грубые нарушения градостроительных норм, которые возможно есть. То есть не уфимских муниципальных норм, а таких общих принятых. Судя по последним высказываниям дорогого Радио Фаридовича, он дал заднюю, сдается и говорит, что ладно, ладно, уж если начали, то стройте. Вот примерно так я могу перевести на русский язык то, что он сказал. Что его к этому подвергло? Что он как бы вдруг почему так поменял отношение к этому? Я не знаю. То есть кто-то там злые языки говорят, что ему там занесли, заплатили, отдали. Но я не думаю, что все так уж просто. Я думаю, что все сильно сложнее. Но тем не менее, факт есть факт, Хабиров резко поменял свое отношение. Видимо, давая сигналы Мавлиеву тоже и всей этой команде нефтекамских скейтбордистов, что пускай строят. А на ваш взгляд, общественность в этом смысле может как-то повлиять? Если взять за основу, что там уже договорились, зеленый свет дали. Но вот люди реально, какая-то критическая масса может это остановить? Ну, как с точки зрения прогноза, подобные процессы могут остановить только массовые публичные протесты. Каковых мы в последнее время не наблюдаем. То есть если жители окрестных домов понимают перспективу, что с ними будет дальше происходить, то есть как повлияют эти две высотки на их дальнейшую жизнь. Если они согласны с этим мириться, ну в таком случае, а кто тут недоволен? Мы с вами что ли? Ну, если жителям, которые непосредственно живут рядом с этими домами, все равно. Ну, вот и все. То есть если они выразят свое организованное недовольство, и это произойдет публично, да, возможно, это что-то изменит. Ну, надо сказать, что жителей-то рядом практически-то и нет, там хрущевки напротив, и все. Как раз я предполагаю, что все-таки как значимое пространство для всего города, госцирк, парк Гафури, как бы все там были и все знают, и вот как бы все могли бы возмутиться, условно и все. Нет, можно брать, да, и шире круг делать, то есть я согласен, если вдруг какая-то, ну такая существенная часть жителей Уфы объединится каким-то фантастическим образом и выразит свое недовольство, ну тогда может быть, потому что власть никогда не прислушивается. Ну вот эта нынешняя власть, она к мнению жителей не прислушивается, она ее только боится. То есть если вдруг люди выходят и начинают что-то, значит, гневно высказывать, власть вдруг дает заднюю скорость, ну как было на Куштау, да, там, помните, мокрый от дождя хабиров, там, в неработающий микрофон упрашивает всех разойтись. Вот, то есть страх и ужас были написаны на его лице. Вот воздействие большой массы населения на власть. Вот, собственно, это, как бы, ну, только так это работает. Я ни к чему не призываю, но я объясняю, что может повлиять на действия власти. Ничего другого не может повлиять на них.